очень показательная ситуация хотел вам это же продемонстрировать и сказать пару слов но перед этим немножечко юмора вот эти вот предыдущие кравченко и мельниченко помните я хотел их показать их главному начальнику начальнику департамента патрульной полиции гражданину жуков захожу значит я к нему на страничку он не заблокировал вот этот важный страшный начальник дпп меня взял и заблокировал что ж такое я же вы не оскорблял ничего ему такого не писал гневного ну я его называл гражданин жуков но это оскорбление да вроде нет он что не гражданин разве ну вот как то так теперь я не смогу жукову писать в фейсбуке в печальных давайте теперь кролик добрый день оде водитель что происходит представьтесь пожалуйста полиция города харькова кто вы удостоверение я гражданин украины очень хорошо сюда внимательно смотрите читайте пока полиция города харькова я соответствую я соответствую должность ваш полицейский полицейский что вы делали в кабине выполняли закон о полиции осмотра автомобиля протокол осмотра досмотра вам протокол да вы кто такой будете вы кто такой нет я гражданин украины очень хорошо вам протокол зачем протоколом скажите вы провокации провоцируете работников полиции у нас совершается преступление вы провокатор нет протокола осмотра не существует да 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 досмотры поверхность осмотра требует протокол досмотра у них протокол досмотра автомобиля сюда залаза закона полиции работник полиции метров а смотала на 264 статью на мобиль я показывает сам лично ему согласию вы по своему согласию показывали машину он лучше снимай нормально возьми снимай хорошо было другу убери рогу убери хорошо вознеси тебя с ним вот ты вот ты ножки убери пожалуйста номера было а то по 364 по 365 будешь в прокуратуру иди погулять прокуратура иди погулять иди погулять иди погулять сам пойдешь по-моему 80 не воюйся что ты вроде уничтожаешь слышишь патриот я патриот я в ато был а ты где ты был что ты делал тут зарабатывал денежки а ты за вера работаешь налоги не платишь расскажи кто такой ты а что ты фраерок то пришел в рассказ я работник полиции да я довещаю закон я из лавато пока ты зарабатывал деньги грабил а я здесь послушай меня защищал тебя употребляю еще досмотри как я чувствуешь уважаемый велика малиста врачки раз это вы видите что руки дружки расширены я боюсь что ты мешаешь работникам полиции я боюсь я выполняю свою работу слава украине тебя слышно или нет слава украине слава украине ты кто такой здесь вообще я патриот а я патриот украины тебя защищал пока ты здесь занимался неизвестно чем ты неизвестно чем занимался здесь а я здесь охраняю теперь приехал и зато было то нечете убили там пока ты здесь чем занимался патриота так вот выложи скажи что ты мешает полиции ты я не верю еще раз когда будет защищать родину свою и вы меня защищать тогда вот собой на вы а пока же я дед и говорю что я патриот украины защищал украину пока ты здесь занимался неизвестно чем зарабатывал себе незаконно деньги я еще не все сказал так вот я хочу ты меня уважал я вас я тебя защищал в дебальце защищал пока ты здесь спрятался понял или нет меня обидно убить граби меня нигде там не видел на первой линии где был ты скажи мне я три заезда был там три раза я там был где был ты скажи еще ты месяц мешает выполнять работу я патриот там был и здесь порядок навожу с бандитами борюсь сепаратистами а ты пришел мешаешь методи почему объясни мне потому что мы чем я тебя обидел скажи так согласно закона так что незаконно смотрим не надо меня пожалуйста разворачивай руки от меня уберите задайте вопросы руки от меня уберите спросили у человека что незаконно не задерживайте что незаконно не бросайте бычки здесь а что вы бычки не бросаете бычки не бросай я говорю зачем вы сорите я еще раз говорю не сорите бычкам и вот снимать вот вы бросили бычок почему бычки бросаем вот снимаете я положу в карман и вам блять вызывай сюда я говорю бычки не разбрасываем еще раз поднимаем ваш бычок ваш бычок руки уберите ваш бычок бычок ваш карман положи все и слава украине еще раз что два вызова алло алло девушка вызовите пожалуйста группу оперативного реагирования какие-то сотрудники полиции мараховецкой набережной применяют физическую силу хамят грубят и так далее в том что подходит человек провоцирует сотрудников полиции вы провоцируете сотрудников полиции раскидываете бычки человек не против осмотреть транспортные средства мы осмотрели что еще нужно протокола не существует то что вы хотели добиться вызывайте полиции алло мараховецкая набережная 2 да на ваварский район харьков незаконные действия порвали мне рубашку по-хамски себя ведут оскорбляют есть общепринятые вообще нормы во вторых есть законы которые это срое дело машины я так понял него 1467 бортового номера нету представляться не хотят незаконные действия сотрудника полиции заикин игорь борисович я в их действиях усматриваю статью 364 уголовного кодекса 1 10 63 мраховецкая набережная 2 это одна из тех ситуаций когда я говорю что как может человек форме обеспечить правопорядок если он просто не имеет никакого понятия нормах прав у нас правопорядок это некий порядок основанный на нормах права и обеспечить этот порядок можно только лишь если ты знаешь эти нормы права что вот они знают вообще непонятно то что они там хамили грубили бог с ними смотрите во первых никакого досмотра у нас вообще нет законе нет такого термина как досмотр есть осмотр есть обыск есть поверхностная проверка осмотр может быть как в делах об админправонарушениях осмотр может быть как уголовных производств поскольку там ни слова не сказано в каком-то административном правонарушении то получается опять таки осмотр проводился ими в рамках чего ничего осмотр автомобиля либо жилища по уголовному законодательству происходит по правилам обыска обыска это следственное действие переходим на обыск обыск это следственное действие поэтому обыск может проводить только следователь соответственно осмотр автомобиля тоже может производить только следователь потому что осмотр автомобиля как я сказал производится по правилам обыска единственное что могли они сделать без следователя это произвести поверхностную проверку а у них они вот понимаете они не не понимают вообще значение терминов и вот то у нас оглята у нас поверх него проверка но вы определитесь под каждый этот термин есть соответствующие нормы закона и каждое это действие соответствующим образом регулируется поэтому как они могут наводить какой-то тут право порядок если они не знают норм права вот такой вот вопрос через четыре года возникает странно да